Ой, он делает лунную походку! Ого! Что это происходит? Это как? Подожди, а почему? А это работает, Лана! Всем привет, друзья! И как вы знаете, в адапте вышло обновление, и мы благополучно, совершенно случайно пропустили один интересный пунктик. Блин, как? Привет, Лана, привет! Как это получилось? Почему мы обе сняли видео, и обе не заметили этого в обновлении? Я сама не понимаю. С шрифтом просто написано! Да! Какой кошмар! Вот так, ребят, внимательно читайте все, когда вы заходите в игру, потому что мы с Ульяной зашли, посмотрели, думали, ага, да, давай играть, но не заметили. Я вообще не знаю, Ульяна, как можно не заметить целый дом? Я не понимаю, причем это ведь одно из самых главных, что я, в принципе, постоянно жду в адапте. Я заходила, когда первый раз, я прочитала первые две строчки, что новые питомцы, там локация, и все, я выключила, как бы пошла играть скорее, я была очень рада, и не заметила, что там есть целый дом. Это же просто идеально, особенно потому, что у меня столько денег есть. О, да, слушай, мне даже интересно, сколько он стоит, пошли скорее на улицу, попробуем его купить сразу, я не знаю. У тебя, конечно, шикарный дом, но никогда не бывает мало домов, это вот в одна из цитат. Конечно, конечно. Что здесь продается? Так, ну, пока все старенькие. О-о-о-о, просто вот он, вот он, вот этот огромный-огромный лунар-хаус. Обалдеть, Ульяна, еще и стоит две тысячи, как машина! Серьезно? Да! Серьезно, столько всего лишь две тысячи? Ну... Слушайте, ну я покупаю, если бы можно было два купить, я бы купила два. Я бы купила пять. Ульяна, кажется, там еще мебель, поэтому я думаю, ты успеешь потратить свои деньги. Поэтому давай, наверное, я тоже куплю, слушай, ну для коллекции, почему нет? Давай. Так, давай на счет три, чтобы у нас были одинаковые дома. Давай. Давай, раз, два, три! Три! Да, построить! О-о-о! А почему у меня крыша не розовая? Что это происходит? Это как? Подожди, а почему? А почему? А как это так? А как это так? Я не поняла. Почему у тебя синенький, у меня розовенький? Должно быть наоборот. Подожди, ну у меня вроде любимый цвет такой вот, типа, тут как будто фиолетовый, а у тебя же должен был быть красный, у тебя розовый все. Ну смотри, ну вот у меня есть ступеньки красные, в принципе, это уже что-то есть от этого. Ну, слушай, пошли в твой дом, наверное, смотреть, я думаю, мы потом сюда еще Ёши с Евой пригласим, а то они тоже ж не в курсе, что дома есть, представляешь вообще. Да, причем мы с Ёшей же ведь записывали, это какой-то кошмар. А ты с Евой? В общем, просто кошмар. Мы быков напокупали огромное количество, я их еще выбивала таким хитрым способом, в общем. Смотри, какие скамейки! Все, я здесь буду сидеть. Здесь можно сидеть. Так, хорошо, я тут. Все, ну в общем, мы все показали, можно видео заканчивать, я буду жить у Ульяны на скамейке в прихожке, в общем. Да. Надо еще коврик постелить. О, божечки, какие красивые обои, какие... Буханочка, Буханочка, здравствуйте. Ага, да, прямо вот в этом шкафу стоит такой... Слушай, он лестница, классно, смотри, у него можно ползти. Ого. Это идеально, это идеально. Многофункциональный шкаф, я считаю. Ульяна, это что? Смотри, это кровать. О, серьезно? Я так понимаю, что здесь будет очень много кровати и различных там тачек в виде дома. Вот там есть дом на колесах такой для питомцев, тут вот кровать для меня в виде дома, они очень любят дом. Да, смотри, а это, а это вот для питомчика, и это еда и вода, какие-то чаши, как будто прям древне-китайские. Так, знаешь, что я сделаю? Сейчас покормлю моего питомчика. Слушай, а у меня тоже такое есть, у меня тоже такое есть, я его хотела обменять, но что-то мне ничего хорошего не предложили, поэтому... Да, аналогичная ситуация. Ну, знаешь, мне уже как-то жалко, я, если честно, его даже покупать не хотела, я его купила для трейдов, а потом такая, нет, мне его жалко, я его себе оставлю. И все. В общем, давай осматривать дом, слушай, он такой огромный, и он как-то снаружи меньше оказался. Ну да. Вся Ульяна. А тут что, лепестки рос? Тут лепестки рос, Лада, смотри. Ну, это твой дом, давай, можешь заходить. Заложу. Обалдеть, слушай. Очень круто. Шикарно, жалко, что она такая вот только на одного, но ничего, это можно сделать комнату из ванн таких, и питомцев туда засунуть, и всех, и пузырьки. Посмотри, пузырьки. Да, слушай, ну, это такой большой дом, как мы уже поняли, может быть, тут еще вторая ванна будет, кто знает. Да, кстати, пошли, пошли смотреть, тут еще и кухня должна быть, это же не все. А, ну да, логично, спальня, значит, рядом должна быть кухня, нет, это не кухня. Так, это душ. Еще одну, ну, почти, почти, почти. Да, ну, сойдет, в принципе. Так, все еще есть. И лестника тоже, не знаю, зачем здесь лестника, но... Зачем-то она здесь есть. Ну, очень удобно. Будем представлять, что там есть второй этаж, невидимый, но он есть где-то там. Ну, да, да. Да. Можно какую-нибудь полку прибить, чтобы туда было удобнее залезать, и, в общем, будет круто. Так, подожди, а это что такое? А это мы на входе, подожди, мы как-то пропустили даже это, мы просто сразу пошли, рванули вперед и пропустили этого дракончика. Слушай, я могу его включить. Это лампа! Да. Обалдеть, слушай, прикольно. А, не, подожди, мне кажется, что это не выход, а какой-то балкон, пошли посмотрим. А, да, ну, пойдем. О, прикольно. И такие фонарики классные, обалдеть. Слушай, ну, подожди, Ульяна, мы же были на первом этаже, а почему мы оказались на балконе второго этажа? Я вот тоже вот сейчас совсем ничего не понимаю, абсолютно. Может быть, лестница на шкафу вот сюда работает эта лестница на балконе? Серьезно, это какой-то лифт невидимый, не будет понятно мне. Слушай, очень странно, но ладно, пошли посмотрим остальные комнаты. Но это очень подозрительно, одноэтажный дом, а тут как бы два этажа, ну, ну ладно. Да, обман зрения какой-то. Ну, ладно, мы это еще, к этому еще вернемся, это мы выясним. Слушай, дом похож немножечко на лабиринт, тут слишком много комнат, и они как-то все странно расположены. Я не очень понимаю, куда вообще можно попасть и где мы уже были. Но вот это центральная, и из нее вот такими вот мышиными норами можно попасть в разные секции дома. Так, ну, да, знаешь, мне кажется, здесь бы не помешали такие указатели, как в сказках всяких. Там, пойдем налево, там будет спальня направо, там будет кухня и так далее. Очень удобно. Да, интересная сказка, кстати, получится. Такая, сначала я поспал, потом я поел, вот как бы весь мой день. Слушай, Вернян, так может тут есть какая-то мебель, какие-то указатели или что-то еще? Потому что мебель же тоже должна была добавиться. Слушай, хорошая идея, давай проверим. Давай, можно прям таблички так вот на каждом вот этом проеме потом повесить. Слушай, Лана, действительно есть новая мебель, и она такая же, как, ну, собственно, которая есть в этом доме. А есть что-то новое, есть что-то, чего не было вот в комплекте, а что нужно докупать. Подожди, кажется, это была, да, это была или нет? Подожди, сейчас. Это, нет, подожди, переверни ее, переверни. А ну-ка, ай, борщики, борщики, как это сделать? Ну, можно, конечно, считать, что она здесь должна быть, но это немного странно. Во, все, а! Нет, это кроватка для ребенка, ее не было! А, я думала, это для питомца. Так, хорошо, хорошо, понято. Давай тогда сразу оттащишь ее, что ли, в комнату, может быть, вот тут где-нибудь будет спальня. Давай. Чтобы ее обустроить вот сюда. Ой, как же тяжело перемещаться с кроватью в руках. Ну да, на самом деле, для этого обычно грузчиков нанимают. Ой, я сейчас чуть не удалила свою кроватку. Кошмар какой. Так, ну что? Так, сейчас пофаншую. Вот так вот, замечательно. Как перфекционист я одобряю такое расположение кровати, углы с углами совпадают. Все замечательно, мне очень нравится. Только я ее не вижу, она невидимая. А, так, удаляйте-ка. Отлично, все, теперь есть. Я просто редактировала. А-а-а. У тебя, по-моему, там под лестницей отдельная квартира. Там и джакузи, и кровать. Да-да, именно так. Ульяна, кажется, ты пересмотрела Гарри Поттера. Я согласна с тобой. Есть такое чуть-чуть. Ну, что поделать. Ну, у него не было джакузи под лестницей, на самом деле. Ну, да, да. Это, конечно, отличие единственное, наверное. Ульяна, а есть что-нибудь новое? Ну, что-то совсем, вот кроме этой кровати, что ли, ничего, что мы с тобой не видели? Да-да, это все. Больше, к сожалению, ничего нет. Слушай, ну, на самом деле это неплохо, потому что здесь нам выдали дом, и сразу полный набор того, что в нем есть. Это даже, знаешь, даже не обидно. Потому что обычно ты покупаешь дом, а там коробки, бочки и все, как бы. И хлеб. Хлеб. Илью убирать потом полдня. А, хлеб, это точно. Ульяна, кажется, наши питомцы скоро лопнут. Посмотри, они все еще едят. Мы уже всю экскурсию провели по дому, а они продолжают лопать. Уже я не понимаю, куда в них столько вмещается. Надо их, наверное, уже... Ой, ой. А ты понимаешь, кто из них который? Ты вот можешь вот так узнать, где твой, а? Я сейчас какого-то питомца чуть не удалила. Ну, или не переместила. Я просто не вышла из редактирования. И так получилось. Кошмар. Я вижу с какой. Ну, смотри, вот мой как раз захотел пить. Он попил очень вовремя. Он пил и захотел пить в этот момент. Знаешь, это очень интересно, конечно. Интересно, да. Знаешь, Линя, может сходим ко мне домой? Я понимаю, что дома, скорее всего, одинаковые. Но мне интересно, может быть, там что-нибудь другое. Другое. Ну, знаешь, если разные крыши, то, может быть, и в квартире может быть что-то разное. Так что пойдем посмотрим. Может быть, да. Потому что вдруг предметы как-то располагаются в случайном порядке. Мы что-то не знаем. Мы, по-моему, никогда еще не покупали два одинаковых дома, чтобы это проверить. Так, ну вот эти штучки на месте. Как раз таки сейчас мы определим, как мы попали с первого этажа на второй внезапно. Очень внезапно. Это очень интересно. Так, нам нужно помыть питомцев еще по дороге. Так, ну давай я вот сюда в душ засуну, а ты можешь своего ванну, где там она была. Я заблудилась уже в своем доме. Мне кажется, где-то так. Это не то, это не то. Вот здесь. Да, все верно. Слушай, Линя, по-моему, самое классное в этом доме это именно вот эта вот ванна. Да, да, она очень красивая. Мне кажется, я бы провела просто весь день в этой ванне. Да. Слушай, я знаю, как сделать так, чтобы наших питомцев можно было как-то лечать. Я же собиралась его переименовать. Вот, я и так это не сделала, поэтому нужно это исправить. Ну, давай. А как его будут звать? Ой, сейчас узнаешь. Итак, вводим имя. Пожалуйста, пожалуйста, только не агрессивные решеточки. Нет. Что же такое? Ну почему? Ну ладно, ребят, все равно, наверное, прочитали, пока ты это писала, поэтому это будет решеточка. Так вот, может быть. Нет, нет. Ну на самом деле, это просто милашка. Это милашка. Да. Она такая миленькая же, у нее такие бровки. Ну, у него, ну, в моем случае, у нее такой хвостик. Ну они очень классные. А знаешь что, Ульяна, я хочу посмотреть, как они будут танцевать. Слушай, это идеальная идея. Так, этот зал похож на зал дискотеки, поэтому кидаем эту штуку. Немножко далековато, но сойдет. И... О, да. Так, секундочку. Почему твой танцует, а мой что-то не очень хочет? Эй, давай танцуй. Он даже его пнул. Ну вот, после этого, вроде уже, да, они начали танцевать вдвоем. Слушай, ничего себе, не танцевал, не танцевал. Сейчас как делает сальто различное. Очень круто, прикольно. Ну да. Ой, а давай бычков тоже немножко затанцуем. Мне кажется, они должны тоже как-то по-крутому танцевать. Интересно, они все одинаково будут это делать? И так. Ой. Ой, он делает лунную походку. Ого. Слушай, правда? Да, и немножко лягается. Главное не танцевать у него за спиной. Это точно, да. Что я, кстати, делаю сейчас. Ну, ладно. Он еще какими-то прыжками такими интересными поворачивается. Очень странно. Слушай, по-моему, наши быки немножко по-разному танцуют. Видишь? Да, мне кажется, твой бычок гораздо энергичнее. Он прям вот сделает с таким хрустастым. Вот они начали танцевать одинаково. Слушай, они как будто командные танцоры. О, синхрон, синхрон. Синхрон. Да, очень-очень синхронно и симпатично. Прям вообще мне нравится. Ульяна, кстати, у меня есть вот такая одна теория, как выбить себе красного бычка практически стопроцентно. О, так. А ну-ка выкладывай, выкладывай эту замечательную теорию. Ну, пошли. Я немножко не помню, в какую сторону нам выходить, но куда-то мы выйдем. А, я поняла, там скамейки должны быть, скамейки. Это не туда. Это мы сейчас не туда выйдем. Не, ладно, пошли через балкон, мы спустимся. Нормально. Ну ладно. У тебя крылья, я кошка, с балкона спустимся, не проблема. Так. Ой, класс. Вид-то какой. Немножко застряла, но ничего. Пойдем. Ну, в общем, я, вот когда мы с Евой записывали видео, там есть одна такая интересная особенность. То есть вот этот вот боксик, давай-ка дойдем до них. Вот он у нас тут продается, и в него можно залезть. Но это лучше получается, как это ребенок, поэтому давай-ка станем поменьше. Так, а ну-ка. Так, Ульяна, можешь покупать бокс? Заходить внутрь бокса. Ну, я вытаскивала хвост в дырочку, а ты можешь там как-то крылья упаковать. Так, это будет очень сложно. У нас будет... Давай просто представим, что у нас такой вот интересный крылатый бокс. Выпадет какое-нибудь крылатое существо. Ну, похож на скворечник, если честно. Ну, немножечко, согласна. Так, ну давай-давай покупать. Покупаешь бокс, открываешь внутри бокса, и у меня таким образом выпадали красные эти ребятки. А это работает, Лана! Это работает! Как это работает? Вообще, посмотри! Я не понимаю. Так, ну, можешь проверить еще, конечно. Я, правда, не знаю, сколько тебе нужно этих бычков, но, как видишь, один раз эксперимент прошел удачно. Мне так вообще четыре или пять подряд выпали. Ого, красных? Прям красных? Да-да-да, у меня было пять красных, я потом одного с Евой... О, нет, не сработало. Так, ладно, давай я попробую. Давай. Ну, мы когда с Евой вдвоем вот так вот открывали, мы, конечно, сломали эту историю, и тогда выпал обычный. А еще, знаешь, как можно, вот когда эта анимация происходит, можно встать тоже в этот бокс и... А, обычный. Другого цвета желательно. Ну, Ульяна, тут же есть радужные питомцы, вот эти неоновые. Но, я не знаю, это так долго, ты будешь их прокачивать просто бесконечность. А я еще не сделала себе, кого я там хотела. Ну, в общем, кого я только не хотела делать неоновым. Да, знакомая ситуация. Ну что, ребят, теперь с точностью можно сказать, что мы посмотрели все обновления, ничего не пропустили, и я думаю, что на это можно заканчивать. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, и всем пока. Пока! Пока!